Здравствуйте, меня зовут Анна, это урок биологии и наша сегодняшняя тема «Основные экологические характеристики популяции и динамика популяции». Понятие популяции мы с вами в этом курсе уже много раз употребляли. Давайте вспомним, что она означает популяция. Это группа организмов одного вида, населяющих определенную территорию, свободно скрещивающихся между собой и изолированных частично или полностью от других таких же популяций, то есть таких же групп. Чтобы себе наглядно представить популяцию, вот посмотрите, например, на косяк морских рыб или на стаю саранчи. Какие мы еще можем рассмотреть примеры популяций, близкие к нам? Вот, например, приходим мы в сосновый лес. Какие популяции организмов мы можем там встретить? Ну, во-первых, это, конечно же, сосна обыкновенная. Да, это тот вид, который образует все это сообщество. А под сосной мы, например, можем обнаружить популяцию черники. В то же время на соснах мы можем найти популяцию белок и крестов, которые обитают именно на соснах, питаются их семенами. Популяция – это одна из основных единиц в экологии. Дело в том, что популяции всегда взаимодействуют между собой, и в зависимости от этого могут происходить те или иные крупные экологические процессы, за которыми, соответственно, наблюдают ученые-экологи. Но чтобы вести эти наблюдения, им необходимо иметь какие-то количественные показатели для оценки популяций. И каким же образом ученые могут посчитать популяцию? Давайте посмотрим. Основные количественные характеристики популяций, с помощью которых изучают обилие, рождаемость, смертность, а также возрастная структура популяций. Давайте разберем их по очереди подробно. Итак, обилие – это общий объем популяции. Его можно оценить тремя разными основными способами. Это может быть численность, биомасса популяции или плотность популяции. Это все три параметра, которые оценивают один и тот же показатель. Вы можете спросить, а зачем их так много? Зачем три? Почему нельзя взять какой-то один? Но дело в том, что каждый из этих параметров подходит для какого-то определенного случая. Например, численность популяции – это непосредственно количество особей в этой популяции. И наиболее удобен этот параметр для оценки небольших популяций, в которых мы легко можем посчитать количество особей. Например, такой параметр используется для оценки популяции редких животных. Вот хороший пример – это амурский тигр, который обитает на юге Дальнего Востока и на севере Китая. Вот здесь вот вы можете видеть его ареал. И обратите внимание, розовым отмечена исходная территория, на которой он обитал до 19 века. А ярко-красным – современная территория, на которой он обитает. Что случилось? Дело в том, что в 19 веке была открыта очень активная охота на амурского тигра. И поэтому к началу 20 века его популяция была практически истреблена. Посмотрите, на картинке справа вы можете видеть, как менялась численность популяции после того, как ее начали восстанавливать. К 1930 году популяция амурского тигра насчитывала всего лишь порядка 30 особей. Это очень мало для популяции крупного хищника. Но затем тигра начали охранять, и вот по данным на 2018 год его популяция на территории России насчитывала уже порядка 550-580 особей. Сколько их сейчас точно мы с вами сказать не можем, потому что для этого нужно отправиться на Дальний Восток и еще раз пересчитать всех тигров, которые есть. Но в ближайшие годы планируется с помощью мер природоохранных организаций увеличить эту популяцию почти до 800 особей. Кроме того, точно так же мы можем, например, оценить популяцию растений. Здесь вы видите также редкое растение, произрастающее в центральном Китае, в провинции Хубей. Это метасиквоия. И ее популяция на данный момент насчитывает порядка 5-6 тысяч деревьев. Но, к сожалению, не для всех организмов нам будет удобно использовать такой параметр, как численность популяции. Потому что вот те же растения есть, например, такое растение, как клевер ползучий. Мы его с вами все знаем, он очень распространен. Дело в том, что он очень сильно разрастается под землей за счет своих корней. Посмотрите на картинке. И от этих корней отходит вверх побеги. И что получается? Мы приходим с вами на полянку, поросшую клевером. И на самом деле вся эта полянка может на самом деле быть представлена всего лишь одним или двумя растениями, которые вот так сильно разрослись по этой площадке. И поэтому очень сложно эти растения, да, особи, друг от друга отделить. Что же нам тогда может помочь, если мы хотим оценить популяцию клевера? Мы можем использовать такой параметр, как биомасса популяции. Это общая масса особей, входящих в популяцию. И она измеряется, как обычная масса, в килограммах, центнерах и так далее. Но дело в том, что когда мы имеем многочисленную популяцию, нам вообще-то очень сложно оценить ее массу. Но представьте, мы приходим на огромный луг, на котором растет клевер. И чтобы измерить его биомассу, что получается, нам нужно найти по лугу весь клевер, весь его выкопать целиком и взвесить. Или, например, мы хотим оценить популяцию водомерок в большом пруду. Получается, нам нужно выловить и взвесить всех водомерок. Ну, мягко говоря, это не очень реализуемо. Что же тогда делать? И тут нам на помощь приходит третий параметр, который как раз используется именно для крупных популяций, крупных и обширных. Это плотность популяции, которая выражается в численности или же биомассе особей не целиком по всей популяции, а только на какой-то единицу площади или же объема пространства. И таким образом мы можем оценить, например, количество клевера всего лишь на одном квадратном метре нашего луга. И посчитать, например, что по биомассе у нас один килограмм клевера на один квадратный метр луга. И точно так же мы можем всего лишь на одном квадратном метре водной поверхности поймать водомерок и посчитать, что у нас 30 водомерок на квадратный метр пруда. Диаметр плотности популяций очень удобно использовать на действительно крупных и многочисленных объектах. Например, для оценки роста или вырубки лесов или, например, для оценки популяции промысловой рыбы, чтобы сделать выводы, влияет ли ее, например, вылов негативно на ее численность. С обилием мы вроде бы разобрались. Следующий показатель у нас рождаемость. Рождаемость это, собственно, число новых особей или, например, яиц или семян, смотря как размножается у нас организм, в популяции на некоторую единицу времени. И характеризует данный показатель то, как у нас растет популяция за счет размножения особей. Рождаемость подразделяется на максимальную рождаемость, ее же называют абсолютной или физиологической, а также экологическую рождаемость или просто рождаемость. Максимальная рождаемость представляет собой теоретическое, максимальное количество новых особей в популяции, которое могло бы родиться, если бы не воздействовали никакие другие внешние факторы. Вот, например, морская черепаха откладывает вкладки от 50 до 150 яиц. Да, получается, что ее максимальная рождаемость от 50 до 150 яиц. А вот королевский пингвин на соседней фотографии откладывает за сезон всего лишь одно яйцо. Вот максимальная рождаемость пингвина – это получается одна единица потомства. Но кроме максимальной рождаемости есть экологическая рождаемость. А это уже фактический прирост популяции с учетом воздействия всех внешних факторов. А факторы могут быть очень разные и они могут негативно влиять на количество особей. Кроме того, воздействие этих факторов может меняться в зависимости от состояния окружающей среды. Вот, например, из большого числа черепашат, мы помним, да, 50-150, которые вылупляются из яиц, только небольшая часть выживет и вырастет до взрослого состояния, потому что уже на пути от кладки к водоему их атакует множество хищников. Множество хищников атакует их в море. Поэтому на вот эту вот большую кладку выживает буквально несколько особей. Ну а у пингвина, например, в отличие от черепахи, пингвин заботится о своем потомстве. У пингвина выживаемость больше, но часть пингвинят также может погибнуть, например, если им не удастся набрать нужный вес к окончанию теплого сезона и к миграции на зиму. Как правило, получается, что чем выше максимальная рождаемость, она, как правило, очень высокая, как раз у организмов, которые не заботятся о потомстве, но производят его очень много. Чем выше максимальная рождаемость, тем получается ниже экологическая, потому что очень многие в итоге из этого потомства не выживают, к сожалению. А когда у организма низкая максимальная рождаемость, как правило, он очень заботится о своем потомстве, и тут экологическая рождаемость вполне совпадает с максимальной. Ну и то, что не все потомства выживают, является результатом смертности. Смертность это скорость отмирания особей популяции, и вымирать могут как непосредственно новые особи, да, потомства, так и уже взрослые по разным причинам. Смертность зависит, например, от естественной продолжительности жизни организмов, потому что мы знаем, что, например, мышка живет примерно полтора года, а, скажем, человек порядка 80 лет. Далее смертность зависит от наличия у организма естественных врагов. Это могут, например, быть конкуренты, хищники, паразиты и так далее. А также от очень большого количества различных других внешних факторов, которые могут включать количество пищи, общие условия жизни, природные катастрофы, заболевания, которые могут поражать эти организмы, а также деятельность человека. И результатом взаимодействия рождаемости и смертности организмов является так называемая структура популяции. Это соотношение организмов разных возрастов внутри популяции. Давайте посмотрим вот на такой график. Здесь у нас представлено три стадии развития популяции. Первая, вот ближайшая, это картинка, которая демонстрирует развивающуюся популяцию, которая только-только-только вот началась. Как правило, это происходит, когда организмы заселяют какую-то новую территорию. Вы здесь видите внизу дорепродуктивный возраст, да, это детеныши. Далее посерединке особи репродуктивного возраста, которые уже размножаются, и наверху пострепродуктивные особи, те, которые уже состарились. Вы видите, что в развивающейся популяции детенышей больше всего. Они очень активно размножаются. И, соответственно, меньше всего уже состарившихся особей. Дальше, на второй картинке у нас популяция в фазе стабилизации, когда она размножилась уже достаточно, и все эти категории более-менее уравновесились. Вы видите, что у нее такая очень ровная форма. И, наконец, на третьей картинке популяция на стадии вымирания, когда в ней очень много взрослых и стареющих особей, а размножение при этом, видите, затормозилось. Детенышей очень мало. И если ситуация с этой популяцией не исправится, она может вся состариться и вымереть. Давайте посмотрим подробнее. Вот все эти процессы, как вы, наверное, уже догадались, все эти стадии могут наблюдаться у одной и той же популяции с течением времени. И вот это изменение структуры популяции с течением времени называется ее динамикой. Динамика отражает взаимодействие популяций с различными факторами окружающей среды, и в том числе взаимодействие различных популяций между собой. Посмотрим на конкретный пример. Вот у нас популяция зайца. Допустим, зайц появился в каком-то новом месте обитания, заселился в какой-то лес. И вот сначала популяция его проходит вот эту вот стадию развития, когда особи начинают размножаться, у них появляется очень много детенышей, со временем они вырастают. В течение времени количество различных возрастных групп в популяции стабилизируется, в ней появляется много взрослых особей, она растет, 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 растет и растет до того момента, когда появляются какие-то факторы, которые начинают ограничивать ее рост. Ну, во-первых, чем больше у нас особей, тем больше они начинают конкурировать между собой за, например, пищу, за жилище, за различные свои ресурсы. Кроме того, появляются хищники, которые начинают питаться представительными этой популяции. Вот, например, здесь на картинке у нас рысь, которая охотится на зайцев. Могут появиться какие-то заболевания, которые в крупной популяции передаются гораздо быстрее, чем в небольшой. И так далее. И дальше, когда популяция стабилизировалась, то есть она примерно одного размера, она в зависимости от воздействия всех этих факторов, они воздействуют, как правило, не все сразу, а время от времени. Она начинает колебаться вокруг какого-то вот этого стабильного своего размера. Иногда эти колебания приобретают циклический характер, то есть она то уменьшается, то увеличивается, то снова уменьшается. И, в частности, фактор, который может вызывать такие колебания, это взаимодействие хищник-жертва. Взаимодействие мы с вами разбирали на прошлом уроке. И вот здесь вот у нас как раз пример взаимодействия хищник-жертва между рысью и зайцем. Что у нас здесь на картинке? Вот посмотрите, пожалуйста, график с двумя линиями. Да, и синей линией у нас обозначено колебание популяции зайцев, а красной линией колебание популяции рыси. И давайте вот немного прокомментируем, в чем здесь история. В самом самом начале вот здесь вот в уголке, представим, в лесу появилось некоторое количество зайцев. И вот они, как мы уже с вами видели на предыдущих слайдах, начали размножаться, 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 размножились. Видите, как поднялась кривая. Стало много зайцев. И тут в лесу появились рыси, которые пришли туда, где много потенциальной добычи. И вот рыси стали отлавливать этих зайцев. Видите, красная линия поднимается. Их популяция тоже начала потихоньку расти, потому что у рыси появилось много пищи. Рыси обеспечены пищей. Рысь могут хорошо размножаться и выкармливать своих детенышей. Детеныши также вырастают, популяция хищника растет. Вот у нас первая стадия. Выросла популяция жертв и выросла популяция хищника. Но что же происходит дальше? Рыси в этом лесу становятся все больше и больше. И рыси начинают отлавливать и съедать все больше зайцев. И вследствие этого логично, что количество зайцев начинает уменьшаться. Видите, как синяя кривая резко пошла вниз. Вот они уменьшаются, уменьшаются, уменьшаются. И в какой-то момент рыси вылавливают почти всех зайцев. И получается, что у них теперь почти нету пищи. Теперь рыси голодные, часть из них наиболее слабые особи, начинают вымирать от голода. Они не могут уже достаточно размножаться, потому что им нечем кормить своих детенышей. И вот вы видите, популяция рыси на красной линии тоже начинает снижаться вместе с популяцией зайца. И вот получается вторая стадия. Количество зайцев стало совсем небольшим, и количество рысей тоже стало совсем небольшим. А дальше все начинается заново. Рысей стало меньше, зайцев ловят меньше. И тут зайцы начинают снова размножаться. Вот они размножаются, размножаются, размножаются. Опять поднимается синяя линия и происходит опять та же самая история. Больше зайцев, больше пищи для рысей. Рыси начинают лучше размножаться, и их популяция тоже растет. И вот посмотрите, как в течение нескольких лет происходят вот эти волнообразные колебания обеих популяций, потому что эти популяции достаточно сильно взаимосвязаны между собой. Однако на популяции в природе могут действовать и такие негативные факторы, которые очень интенсивны, имеют очень сильное воздействие. Например, на популяции зайцев и других лесных жителей могут очень сильно действовать лесные пожары, а также, например, человек, который охотится на животных. И вследствие действия вот таких сильных факторов популяция может не успеть приспособиться и начать вымирать, то есть перейти вот в эту следующую стадию вымирания, которую мы с вами наблюдали, например, на примере амурского тигра. В итоге для сохранения разнообразия и обилия различных видов на нашей планете экологам действительно очень важно наблюдать за развитием популяции, за их взаимодействием, чтобы в некоторых случаях, в случае исчезающих видов, в случае редких видов, смочь вовремя принять меры для их сохранения. На этом наш сегодняшний урок закончен. Я благодарю вас за внимание и до встречи на следующем уроке.